Так, добрый день дорогие друзья, надеюсь меня видно слышно. Давайте с вами рассмотрим интересные идеи по рынку. И приступим мы сегодня с пары доллар-рубль. Что интересно, а интересно именно консолидация, обращу ваше внимание на дневной график. Да, мы видим, что было затяжное у нас падение, да, такой тренд. И тем не менее сейчас вот какой-то нашелся крупный игрок, который выталкивает рубль выше. В плане того, что, естественно, относительно рубля это падение, но на нашем графике это рисует восходящий тренд. Что интересного, 73 тысячи сейчас удерживают, вы видите, какими красивыми свечами вышли, все четко, и каждая закрывается выше. Что я ожидаю на этой неделе, а именно в пятницу и на следующей. Я думаю, что все-таки нас свозят вниз, да, высадят вот эти захвосты. Хотя вы видите, каждый раз, не пускай, это один раз мы переписали только лоу прошлого дня. Вот этим баром 17-11. И уже 18-11 был, опять же, прокол, но не достали. Видите, все меньше и меньше. На сегодня, так как нефть укрепляется, мы ее чуть позже рассмотрим. Мы ожидаем того, что все-таки прольют немного доллар-рубль. Потому что вы знаете, что рубль в основном завязан на нефти. Сейчас меньше корреляция, но тем не менее. Поэтому смотрим за этим уровнем. Также советую вам присмотреться 73 тысячи после выноса. Или, может быть, тестирование и долго удерживать объемами, не давая пробивать. Мы видим его, что я здесь себе на часовом графике отметил немножко ниже. Так как уровень, если мы проведем как по дневному графику, очень запилен. И тут нельзя было зайти. Если же мы отметим по крупному таймфрейму, мы понимаем направление. Здесь мы отмечаем, так как рисует нам крупный игрок на мелком масштабе. То есть свои какие-то игроки. Видите, это он зеркальный, если кто изучал тех анализ. Поэтому присматриваемся к уровню 73 тысячи. Если же мы пробиваем его и закрепляемся ниже, все эти игроки будут капитулировать. И это спровоцирует снижение. Поэтому в случае закрепления, то есть если дневка закроется ниже, и второй день, то есть это будет, например, пятница закрывается ниже, понедельник открывается также ниже и идет закрепление, в понедельник можно тогда присмотреть шортовые позиции. Если же заносят обратно, это считается ложным пробоем, и тогда торгуем по локальному тренду наверх. По нефти. Интересная ситуация. Также подошли к ключевому уровню 82. Вы видите, как его защищали. Один ложный пробой, второй раз спустили, не дали закрыться ниже. Еще раз не удержали, спустили. Скорее всего, это была среда, да, 17-е вышли запасы по нефти. И тем самым все равно спустя несколько дневок, да, несколько дней мы заносим обратно цену выше 82. Сейчас может быть или распил, да, как обычно, сильные уровни они пилят, не дают зайти, потому что все видят их, все хотят от них заработать, поэтому делают неопределенность, поэтому пристально смотрите за этим уровнем, да, 82. На мелком масштабе он немного не так выражен хорошо, да, но тем не менее все равно просматривается. Поэтому 82 после такого отката, я думаю, что будет его ретест, но так как в плане ретест, что мы подойдем, сейчас вот часовик уже ниже закрылся, сейчас еще один дадут сигнал якобы на лонг, и могут закрепиться обратно под 82 и слить всех вплоть до 80 долларов за баррель нефти. Поэтому присмотритесь, очень интересная ситуация, в общем, разворачивается на нефти. Если же удержат и этот игрок обратно себя проявит и даст хорошую точку входа и закроет дневку выше 82, в понедельник и последующей неделе мы можем увидеть восстановление нефти и обратный ее рост, так как я обращу ваше внимание, что тренд не сменился, да, то есть есть какой-то откат, и то он очень медленно, каждый раз выкупает, нет тут резких слив, поэтому присмотритесь. Что касается золота, с вами мы рассматривали еще на прошлой неделе, но, к сожалению, да, оно вышло, все замечательно, вышло из этого боковика и сейчас консолидируется. Относительно это хорошо, что никуда не идет, значит, копят энергию и в дальнейшем будет движение, но на этой неделе как заработать, оно, естественно, не дало, потому что стояло в боковике, причем не очень хорошем, да, рваные такие движения, но какую мы с вами можем подметить закономерность, это то, что каждый лоу все выше и выше, и сейчас здесь теоретически можно подбирать, да, инструмент, так как это также какой-то является локальный лоу относительно этих, и, возможно, цену крупный игрок уже ниже не даст упасть, не пустит, поэтому присмотритесь также золоту, но, естественно, кто торгует пробой, вам остается дожидаться уровня 18.70, 18.68, там, с копеечками, вот этот хвост, да, который был на объеме, поэтому смотрите по ситуации, ну, золото очень хорошо смотрится, так как оно еще коварно, не забывайте, что перед тем, как пойти, оно якобы на новости или на открытии американского рынка, да, там может дать хороший хвост, якобы все, все, шеф пропало, но, тем не менее, потом пойти дальше по тренду. Я же рассматриваю все же на продолжение движения, то есть, что это будет пробой 18.70, и мы увидим дальнейший рост, вплоть до, давайте посмотрим, под нефть, где-то 19.37. По рынку, по интересным именно идеям, это все, потому что, если взять евро-доллар и серебро, ну, здесь не о чем говорить, да, поэтому буду с вами прощаться, желать вам хорошего дня, прибыльных сделок, отличных выходных, и главное, не болейте, всего доброго.